здравствуйте друзья привет добро пожаловать на наш канал с вами матвей и алексей и сегодня у нас новый набор лего ниндзя номер 71 790 имперская гончая это один из бюджетных наборов актуальной все еще актуальной серии если вы нам смотрите в уходящем 2023 году скоро новая волна вторая волна нового сезона восстания драконов и мы уже с нетерпением ждем то будет куча мехов конечно же мы их закупим и на стриме вместе с вами соберем но это будет уже после 1 января ребята это 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 что по этому набору я хочу вам сказать набор мы собрали конечно же вместе с нашими любимыми самыми преданными поклонниками зрителями мы собрали это дело на стриме особо я распространяться не буду про коробку вы так все знаете все эти наборы уже наверняка видели уже и продажи и где-то там еще у каких-нибудь обзорщиков на стриме на что я указывал ребята еще раз повторюсь не нравится дизайн вот этот дизайн дурацкий уже не один год они его тулят дизайн вот этой книжки до инструкции по сборке но многие из вас полным как и матвей наверняка сканируют вот здесь qr-код и собирают по электронной версии это все доступно этот а это это не тот код код вот здесь внизу вот здесь внизу сканируйте код и собирайте да это намного удобнее намного удобнее да как собирает матвей при помощи планшета можно телефона просканировать в общем проблем особых нет да у нас часто спрашивают почему почему мы не рвем клапаны ребята мы стараемся раньше рвали да но это выглядит отвратительно и мерзко поэтому аккуратно вскрываем это дело ножом ну вот так можно можно красиво потом когда это дело надоест и продать и более ну так выглядит эстетичнее да вот так коробка и потом вам показать не разорванную да а просто красиво открытую коробку коробка небольшая здесь что 20 сантиметров наверно до 25 на 18 если это кому-то интересно ребята купили мы его уже со скидкой да уже уже под занавес как говорится под уходящего года и со скидкой ребята и вам я не советую брать наборы на старте потому что рано или поздно они все равно будут дешеветь и чем дальше от релиза тем дешевле можно найти наборы но потом когда их снимают с продажи они почему-то дорожают да не почему-то а из-за нет доступности и так по набору ребята по набору здесь одна единственная постройка почему-то больше ничего нет обычно в таких наборах еще еще есть еще есть что-то какой-то дополнительный дрон какая-нибудь конструкция какой-нибудь забор здесь ничего это нет и это кстати неплохо на самом деле это неплохо потому что нам иногда суют какую-нибудь нелепую постройку которая само собой за которую мы платим на котором она нам извините и даром не нужно да но мы тем не менее за нее все равно платим за эти лишние детальки здесь лишних деталях было буквально пять штук да очень очень плотно 56 вообще мелких каких-то невзрачных деталек да по собаке ребята давайте начнем с собаки нарушим традиции обычно мы начинаем с мини фигурок но мы расскажем сначала о собаке ребята здесь передние лапы подвижный здесь шаровый шарнир да здесь тоже голова тоже на таком же шаровом шарнире все это сетка да это это тоже да то есть голову можно вернуть как угодно открывается рот шевелятся уши все это дело единственная эмоция не меняется это здесь наклейки да наклейки или принты были глаза глаза по-моему 3 или глаза принтованы ребята глаза собаки принтованы пару наклеек здесь было всего вот здесь на задней части наклейка хвост ну не знаю дизайн хвоста мне не очень понравился задние лапы тоже какие-то какие-то дряхлые не нравится тоже мне вот это вот вот она собака подходит забору поднимает вот так только лапу и все вперед назад эти лапы задние не двигаются ребята вот только только вот вверх вниз вот но знаете да это дело не буду повторяться передние лапы нормально передние получились да здесь защита золотая все дела теперь вопрос у меня но наездник сидит здесь сверху мы к нему еще еще вернемся да когда будем говорить о мини фигурках я не понимаю почему они не сделали сюда на спину шарнир то есть уже уже в народе прозвали эту собаку сутулой потому что она вот вот как это горбатая получилось да почему они здесь сделали вот эту деталь я не понимаю если если вы в курсе почему как так вышло напишите об этом в комментарии ну ну я бы я бы поставил но хотя бы трещотку сюда ну хотя бы такую трещотку как вот здесь на лапах чтобы она мог но можно было вот так ровно это дело поставить вот так ровная собака да или вот так вот вы ее гнете вверх вниз иметь имитация какого-то движения но вот это здесь закрепили и все и она и она вас тело никак не двигается но это но это глупо я считаю это набор который стоит 20 я понимаю но здесь но здесь но здесь не так не такое большое количество деталей я понимаю но но это это не сложно на самом деле это можно сделать домашних условиях то есть если у вас есть механика наверняка он у вас есть если вы собираете лего да то принципе это можно исправить здесь снимаете вот эту деталь и при помощи шарнира какого-нибудь какой у вас найдется делайте так что спина у него так двигается то есть таз тазовая часть но и задние лапы опять же оставляет желать лучшего мне задние лапы не очень понравится хотя хотя в целом вот так на полке для игры она смотрится неплохо так гораздо лучше чем единственно тут вот это вот что очень хлипкая конструкция вот она уже все у меня и разлетелось какой я молодец но сейчас матвей это все соберет а мы пока посмотрим на мини фигурки и потом уже узнаем оценку оценку матвея розыта сделан это как это я сделал я маг и волшебник насколько он оценивает эту эту конструкцию эту собаку и так по мини фигуркам три мини фигурки для такого формата для бюджетного набора это нормально это хорошо это даже здорово три фигурки в одном наборе это классно здесь у нас лойт и джей синих и зеленых кимоно маска состоит из двух частей нижняя часть она увеличена и здесь сзади вы видели есть место для 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 место для катан то есть катаны можно у них забрать и сюда на спину их закрепить минус этих масок что если вы если вы захотите повернуть голову в бок ничего не выйдет она голова поворачивается сама но тогда будет не совпадать эта маска то есть она вот так один раз вы насаживаете ее и все то есть головой крутить не получится две эмоции одна эмоция супер пупер функция и 2 эмоции обычно из предыдущих сезонах нигде ничего нового новая эмоция новая эмоция ребята но внимание к мелочам вот у нас эксперт он он знает что новая эмоция я не понимаю почему почему у них только катаны где фирменное оружие ниндзя что это я понимаю что радали я понимаю что перезапуск там все дела но но у всех одинаково оружие ребята но это это тоже такой мелкий но но минус это не нравится принципе для тех кто не в курсе что происходит что за дни за чу за лего ниндзяга и такое прочее классно да вот по 2 катана но для знатоков это конечно это конечно но мы тоже не знатоки так чисто любители но но вопрос остается открыт и почему нет фирменного оружия вот это как-то странно да один злодей в наборе это кто у нас генерал охотников да нельзя га либо простой солдат либо охотник либо генерал до такого средних средних каких-то солдатских званий военных до военных должностей званий там всего такого прочего нет либо генерал либо простой солдат то есть между между этим ничего там нет никаких не майоров не полковников никого ничего все вот генерал прикольно смотрится да в В отличие от охотников, у него черные доспехи. У охотников золотые, у генерала черные. Черные ноги, черное тело, золотые руки, золотая голова. Одна эмоция. По-моему, это даже какие-то роботы. Криптороботы. Новые наплечники. Классные у них, мне нравятся. И вот это оружие тоже прикольное. Помнишь, в журнале, когда был охотник, нам у нас не хватило... Не хватило, вернее, не у нас, а в пакетике вместо вот этого кибер-клинка лежала еще одна вот такая палочка. Кто смотрел обзоры, в курсе. Кто не видел, переходите по ссылке в наш плейлист и посмотрите этот обзор. Как нам не хватило детальки. Бывает и такое. Бывает и, судя по комментариям, это нередкий случай. Почему мы решили именно под Новый год, под Новый год сделать этот обзор? Я бы с удовольствием, я бы не отказался найти под елкой такой набор. Бюджетный и недорого, и хорошо, и весело, и как игровой. И на полку он тоже пойдет в целом неплохо, как подарок к Новому году, если вы ищете что-то, что подарить вашему ребенку. Да, ну и набор я оцениваю, давайте, 7 из 10, то есть, ну, да, учитывая все недочеты, но хотя мини-фигурки тянут, их целых 3 для такого набора, обычно в формате должно быть 2 фигурки. Но здесь 3, это круто, это хорошо, здорово, поэтому 7 из 10 моя оценка. Моя оценка 6 из 10, потому что волк или, ну, волк, конструкция... Собака-волк! Да, ну, это что, это как? Это грустно, да. Это вот так, раз и все, или как это понять? Ну, ребята, опять же, это конструкционная особенность, которую можно в домашних условиях решить, вообще без проблем, при помощи нескольких деталек, а так как подарок в целом неплохо, ваша оценка 6 из 10, да? То есть, посыл, посыл понятен, и, ну, ребята, в целом неплохо для такого набора, для такого, этой ценовой категории, в целом, в целом, очень-таки неплохо. А мы ждем новых наборов с нетерпением, там будет куча всяких мехов, роботов, и ждем вас в следующем видео, и у нас на стримах, будем рады с вами пообщаться в прямом эфире. Мы благодарим вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, до новых встреч. И не забывайте о нашем бусте, на котором выходят видео немножко раньше, и за небольшую плату можно их посмотреть в раннем доступе. Всем спасибо за внимание, всем пока.